Камари Мёрфи Хизони очень плотно защищается против оппонента, но это сейчас... Йоэс пошел в проход, очень тяжелый мяч, не точно, и Мёрфи не получилось. У него добавят в корзину, Хизони устремляется в быстротрыв, и... And one от Марио Хизони! Проблемы с перебором персональных замечаний у Марио Хизони, но, с другой стороны, это не помешало. Казанцам тогда держат победу. Дэвион Берри, очень красивый проход, и за американцем никто не успевает. Оба обладают броском со средней, с дистанции Джарел Брентли. Один из них, и Брентли попадает! Мяч задумался. Брентли. Нет здесь фола в нападении, и Джарел Брентли очень уверенно завершает эту атаку броском с двух рук сверху. В плане индивидуальных действий Сайлас Мэлсон может сам себе создать момент для броска, но почему-то в последний момент передумал, сделал скидку, и Хизони записывает на свой счет второй перехват. И вот такой великолепный ассист на Вячеслава Зайцева. Заточные броски, которых у Калева пока что нет. Джон Браун показывает мастер-класс. Расстроен Роберт Штельмахерс, но пока что не видим каких-то попыток снова взять тайм-аут, как-то встряхнуть игру в своих подопечных. Мэлсон пошел в проход, и это Н2. Еще больше, можно сказать, угроза стала на Дуге, ну и в том числе О'Джей Мэйо. Свой второй матч в Единой Лиге ВТБ проводит, а здесь Джон Браун отвечает Мэлсону попаданием с полом. И тоже это Калеву, потому что преимущество казанской команды потихоньку увеличивается. И вот сейчас даже эстонцы не смогли зафиксировать мяч, и в итоге... Мэлсон оказался один на периметре, бросает через Кизоню, и попадает Сайлес Мэлсон. Спис он на Вранцевича, а тот абсолютно один по центру на Дуге, и это три очка. Последнее владение в первой четверти будет за эстонской командой. Снова с мячом Сайлес Мэлсон, и он снова попадает! Очень хороший отрезок от Мэлсона, но, тем не менее, его команда все еще с 34 года. Начинается вторая четверть, и начинается как раз попадание того баскетболиста, о котором мы говорили в последнюю минуту. Против него Вранцевич. Мэлсон снова старается обыгрывать один в один, и снова забивает Эндуан. Чуть было не потерял мяч, пять секунд остается в этом владении, О'Джей Мэйо бросает, и попадает тяжелейший мяч. Была объективная оценка в игре, была объективная оценка результату. Каждой команды Маркус Пису забивает в проходе. Не забивал внутри Дуги, но вот так неожиданно и для себя, и для нас в итоге проразил цель в проходе. А Джекуан Льюис ему отвечает. Мэйо забирает подбор. Классная скидка на Брентли! Какая передача! И Джарелу всего лишь оставалось отправить в мяч корзину. Помогает своей команде увеличивать отрыв. Кангор, скидка в угол на силен, шатот бросать не стал. Полторы секунды, и О'Яр забивает сиреной и оформляет Эндуан. Очень красивый момент, но, тем не менее, все равно. Но выходит стартовой пятерки, использует его Штельмахерс как растягивающего большого. Ну а здесь Маркус Пису! Не стал бросать через Брауна, через лучшего, обороняющегося игрока прошлого сезона. Джекуан Льюис против Камолова. Непростой, средний и очень уверенно он залетает в корзину. И, в принципе, Мэлсон, о чем мы говорили, не стесняется брать на себя инициативу. Есть еще четыре баскетболиста на паркете, но он может пройти сам, бросить сам. А вот Артем Камолов забивает. Мэлсон не удалось ему ответить. Мерфи скидывает мяч, очень неудачно на Витлса. Мэлсон снова бросает сам и снова мимо. Но здесь повезло ему, что оказалось попадание с игры. Их у эстонцев 10. Джекири. Бросок со средней. Довольно неожиданно. Очень низкая траектория у Джекири. Но после этого еще успел на арбитры посмотреть. Ожидал свисток. Было там касание, но арбитры промолчали. Китсинг. Еще одна трехочковая попытка. И забивает Кристиан с нарушением правил. Легкой пятеркой, в которой не было Джекири. Были Брентли и Браун. Но сейчас все-таки используют. Использует Пирасович, можно сказать, классического центрового. Который сейчас помог. Чисто и аккуратно. Есть нарушение правил. Китсинг. Еще одна дальняя попытка. Снова точно. Заждались мы от него бросков с игры. Давно не видели. Может быть сейчас. Нет. Хизони отдал шикарнейший пас на Джона Брауна. И тот просто не имел права промахнуться в данной ситуации. А здесь Вячеслав Зайцев отправил в быстрый отрыв Джарела Брентли. Тот потерял мяч. Льюис разгоняет в быстрый отрыв. Скидка в угол на Девиона Берри. И снова три очка от Калева. Совершил перехват. И Джон Браун на Сейроссон ошибается со скидкой на Зайцева. Джекуан Льюис никуда спешить не будет. Пас на Норгера. Рауну. Колотец двух рук в быстром отрыве. По-прежнему не могут никак поправить процел. Прицел баскетболиста эстонской команды. И что удивительно, несмотря на такой низкий, казалось бы, процент, все равно Калев имеет больше трех очковых. В матче, который остался неделю назад в Минске против местного ЦМОКи. О'Джей Мэйо в проходе. Два очка. Я думаю, если бы была возможность, вышел бы и шестым игроком. Создав, кстати, дополнительную угрозу на периметре. Сантиметра составляет его рост. Потрясающее движение мяча Уникса. Воронцевич! Два очка. Напомню, что первую четверть Уникс выиграл плюс 10. Ну, а здесь Андрей Воронцевич. Вообще, конечно, командная химия у казанской команды очень и очень высокая. Несмотря на то, что состав кардинально изменился в прошедшей межсезонье. У Калева остается 5 секунд на владение. У Эрсилиндж сверхдальний трехочковый. И мяч проваливается в корзину. В игре эстонской команды. Дэвен Берри с мячом. Против него Камолов. Сверхдальний трехочковый от Берри. Мяч в корзине. Ну и, помимо прочего, Джекири еще и в атаке успевает подборы забирать. Вот сейчас той и от другой команды. Все-таки этот баскетбол можно назвать очень и очень ярким и интересным. Хизонья со средней. Очень уверенно. Такой нетипичный бросок для современного баскетбола. Наверное, можно было сделать лишь один степбэк, чтобы попытка оказалась трехочковой. О, Джекири! Говорит, нету Эрсу Силеншу! Ну, а для Калева это последняя игра в месяце. Собственно, обыграли Калев. Сегодня сражаются с Униксом. Ну и Джекуан Льюис забивает. Два очка в проходе. Пожалуйста, два эпизода, две пробежки для Марио Хизони. Джекуан Льюис получает блокшот от Тони Джекири. У них сбежит быстро отрыв. Калев позиционный, не самый быстрый баскетбол. Когда нужны быстрые атаки, Мелсон совершает вот такие вот тяжелые броски, которых в Лиге ВТБ не случалось уже довольно-таки давно. Мы видим, что Евгений Валиев появился на паркете и сразу же отличился перехватом у Уникса. Итоги этого матча 71-54. Уникс уверенно обыгрывает Калев и возвращается на первую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.